США начинают информационную войну против России. Это слова Хиллари Клинтон, бывшего госсекретаря и возможного преемника Обамы. Прозвучали они после принятия антироссийской резолюции, документа, в котором Россия безо всяких доказательств объявляется виновной во всех бедах Украины и других соседних стран. Конгрессмены требуют от Обамы решительных действий против Москвы и начинают с пропаганды. Цель любой ценой помешать работе российских СМИ и вызвать у людей недовольство политикой Москвы. Из Вашингтона Александр Христенко. Из документа следует, что Россия виновата в ситуации на Украине, в Грузии, Молдавии. Москва угрожает соседям, а также странам ЕС. Да и чего уж там, всему миру. Призываем президента сотрудничать с союзниками и партнерами США в Европе и других странах по всему миру с тем, чтобы совместно вводить запреты на выдачу виз, замораживать финансовые активы, вводить отраслевые санкции и принимать другие меры по оказанию давления на Российскую Федерацию и ее руководство. Призываем президента и Госдепартамент разработать стратегию многосторонней координации для производства, приобретения и распространения новостей и информации на русском языке в странах со значительной частью русскоговорящего населения. У Лос-Америки, Радио Свободная Европа и Радио Свобода обязаны вещать 24 часа 7 дней в неделю. Это уже не призыв, а закон, принятый Конгрессом еще в апреле этого года. Деньги выделены. Мы в состоянии информационной войны. Во время Холодной войны мы невероятно преуспели в том, чтобы донести голос Америки. Но после падения Берлинской стены мы решили, ну все, хватит, дело сделано. И, к сожалению, мы теперь серьезно расплачиваемся за это. Наверстывать упущенное собираются с американским размахом. Принятая в Нижней Палате Конгресса резолюция является дорожной картой новой Холодной войны, сочли политические обозреватели в США и России. Подобного рода резолюции ни президент Обаму, ни Сенат ни к чему не обязывают. Но, как показывает практика, когда речь заходит о России, в Вашингтоне двух точек зрения быть не может. Разные ветви власти, как правило, клонят только в одну сторону. Александр Христенко, Филипп Дубровский, Елена Соколова. Вести. Вашингтон, США. Субтитры создавал DimaTorzok